Субтитры делал DimaTorzok Но у нас есть дела, нам назначена встреча, поэтому мы должны быть завтра обязательно в Софии. Мы решили упростить маршрут, сделали его более легким, то есть мы не поехали через перевал наиболее близкий, мы поехали на трассу через Бургас. Мы доедем до Бургаса и дальше по хайвею доедем до Софии. Дорога до Бургаса всегда загруженная, поэтому посмотрим, как мы проедем этот маршрут. Пока дорога мокрая, и я думаю, что мы едем на юг, поэтому до Бургаса, я надеюсь, еще потеплеет. Посмотрим, как пройдет наше такое вынужденное путешествие в Софии. Пять километров примерно будет вот такая двухполосная дорога, а дальше одна полоса в одну сторону, другая в другую. Едем на юг. От Варны мы отъехали всего лишь несколько километров, и уже температура минус 0,5, и кругом такая изморозь и снег. Дорога скользкая, здесь просто снежная сказка. Мы давно такого не видели. В начале декабря, несколько лет, и вообще до Нового года здесь обычно не бывает снега. Если снег выпадает на две недели, то обязательно где-то в январе, может быть, в начале февраля. Но так, чтобы 2 декабря все было так заснежено, это на нашей памяти первый год. Вот мы приехали уже на однополосную дорогу на старую. Новая окончилась, и теперь мы поедем вот по такой узкой дорожке. Конечно, она будет живописная. Вот такая у нас зима, самая настоящая. Расскажу вам о дорогах, по которым мы поедем. По этой дороге мы ездим часто из аэропорта Бургас в Варну. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Авария была? Да, там машина. О, в Квит? Ужас. Вот началось. Одну аварию мы уже встретили. Дорога вся оборудована камерами. Вот такая у нас теперь ситуация на трассе. Температура повысилась на полградуса, но пошел снег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трасса очень лукрая. Вот снег продолжает валить. Вот видите сообщение. 628 людей загинули, то есть попали в аварии в 2019 году. Вот сколько снега навалило. Такой огромный снежный покров уже собрался. Но дорога сухая, 0 градусов горится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в Бяло. Вот так это курортное место выглядит зимой. Жарко. Вот античная крепость Бяло. Вот туда. Мы с тобой не видели античную крепость Бяло. Мы приехали в обзор. Здесь уже нет снега. И на подступах тоже нет. Это большой курорт теперь. Огромные комплексы находятся слева. Там же море. Здесь недалеко до моря. Поэтому многие отдыхают в обзоре. Это довольно хорошее теперь место. С хорошей инфраструктурой. Многим нравится. И цены здесь дешевле, чем на золотых песках. Вот такое хорошее местечко обзора. Здесь вот по обочине всегда растут розы. Он их сейчас срезали, но к сезону тут будет все красиво. Вот такой обзор. Где-нибудь еще дороже? Да, дороже. Вот мы покидаем обзор. И едем на перевал. Обзорский проход. Он отворен. Было указание. Должна быть такая табличка, и на ней должно быть написано. Отворен. Открыт или закрыт. Температура за бортом 1,5 градуса плюс. То есть мы приехали на юг. Хотя будем подниматься, когда на гору, не знаю. Посмотрим, какая там будет температура. А здесь как будто золотая осень. Хотя температура воздуха всего 0,5 градусов плюс. Мы на перевале. Опять снег. Температура 0 градусов. Мы подъезжаем уже к солнечному берегу. Уже плюс 1 градус. Идет дождь. Вот прошло 2,5 часа, и мы переехали... Куда мы приехали? В солнечный берег. Написано было Несебр. А почему Несебр? Это солнечный берег. А они вместе. Начинается Несебр, а потом Солнечный берег. Это же не Несебр. Но это не Несебр, но было написано Несебр. Ну я вот и удивляюсь. Почему ты такой мужчина? Это солнечный берег. Мы приехали на солнечный берег. А вот сюда повернуть, это будет Святой Влас сейчас налево. Это Святой Влас. А до Несебра тут еще, извините, далеко. Это надо весь солнечный берег проехать, а потом будет Несебр поворот. Поэтому я удивляюсь эти указатели. У меня просто шалкир. Я же даже растерялась. Я хотела сказать, что мы приехали в солнечный берег, а написано Несебр. Думаю, интересно, что подумают люди. Но тем не менее, вот так есть. Я еще не сделаю. Вот тут прямо аквапарк виден слева. Большие довольно-таки. Вообще инфраструктура на солнечном берегу, конечно, сейчас очень сильно развита. Здесь очень много развлечений, аквапарков. Но зато здесь такой муравейник, как Москва. Я всегда говорю, что золотые пески – это Питер, а солнечный берег – это Москва. Мы всегда предпочитаем Питер. Приехали на ОМВИ. Будем кофе пить. Сейчас выпьем кофейку немножко. Мы продолжаем наше путешествие в Софию. Мы уехали с заправки ОМВИ, где мы попили кофе. Правда, противоэпидемические мерки сейчас, то есть меры, они запрещают. Часть работать кафе, рестораном. И поэтому здесь тоже все продают только на вынос. Мы взяли кофе и попили его в машине. Вот 3 километра до Несебра еще отсюда. Показать вам чудесную дорогу, которую построили между Бургасом и солнечным берегом. Дорога действительно построена очень аккуратно, довольно красиво. За ней хорошо ухаживают. И это очень приятно, ездить по этой дороге. Сейчас мы находимся... Мы проехали по морю. И сейчас мы уже скоро будем в Бургасе. Мы приехали в Бургас. Сейчас 13-12. Температура плюс 5. Тепло и тихо. Дорога сухая. Вот тут справа соляные озера. Вот мы в Бургасе. Тут у них большой аутлет. Но он закрыт, я думаю, сейчас, поскольку все магазины, кроме продуктовых, в Болгарии закрыты. Да, похоже, что мы в центр не попадем. Сейчас у нас поворот уже на Софию. А центр останется прямо. Так что пока Бургас. Здесь у них большие торговые центры. Но сейчас они все должны быть закрыты. Вот Газпром у нас. Дизель 1,79. На одну копейку дешевле. Осторожно. Чем мы запрямились. Да, будем считать, что мы уже, наверное, покинули Бургас. Все-таки. А что-то я указателей вообще-то не видела. Ну вот мы на магистрали. Мучим на Софию. Значит, сейчас 13.24. Дорога сухая. Температура плюс 5. Посмотрим, как встретит нас София. До Софии осталось 264 километра. Дорога сухая. Отличная. Температура воздуха держится 4,5 градуса. У нас солнышко на горизонте. И мы этому очень рады. Мы приближаемся к плоти. Зима подождет. Мы находимся в районе Старой Загоры. О снеге здесь ничего не напоминает. На горизонте солнце. Небольшие облака. Очень сухая дорога. Температура 6 градусов тепла. В общем, Болгария очень разнообразная страна. И не знаешь, в какой стороне кажется, мы едем на север. В горы. И мы боялись, что здесь будет снег. А на самом деле здесь тепло и сухо. А у нас на побережье сегодня просто какой-то коллапс снежный. Поэтому вот так мы живем в Болгарии. Весело и не скучно. Вот София. Горы слева. Старая за горы уже проехали. Горы слева и горы справа. Да. А мы едем в долине. В низине. Мы едем в долине. Да. И это очень классно. Потому что здесь тихо, нет ветра. А еще, к тому же, и солнечно. Вообще здорово. И сейчас у нас 3 часа. Поэтому, в общем, еще день. Правда, до Софии еще 200 километров. Но я не думаю, что при таком горизонте нас ждут какие-то снежные коллапсы. Снимаю боковое стекло. Вот такие красивые горы. Сейчас выглянуло солнце. Продолжение следует... Кто бы мог подумать, что этот день закончится вот так. У Софии мы будем уже в темноте. Я думаю. Еще нам ехать... Час. Час. Еще час ехать. Вот мы выехали из тоннеля. Температура 0 градусов. Есть снег по обочинам дороги. До Софии еще 53 километра. Софию я вам покажу в следующем фильме. А сейчас я вам покажу магистраль Хемус в декабре, по которой мы возвращались обратно 3 декабря. Магистраль Хемус проходит в горах. Поэтому она очень живописна. Ну и так же коварна, как горы. Для проезда по дорогу. Для проезда по дорогам Болгария нужна виньетка. Виньетку вы можете купить на сайте онлайн. Стоимость виньетки зависит от типа автомобильного транспорта. Стоимость для автомобилей я приведу в табличке прямо здесь. Можете посмотреть. Продолжение следует... Здесь вот сплошной ремонт дороги. Не проехать, не пройти. Но одна полоска есть. О, мы сейчас поедем в тоннель. Вон прямо в тоннель. А не вон ту полу. А тут тоннель. А здесь тоннель Витиля. Ой, какой красивый тоннель Витиля. Наверное, долго будем мы тут Витиля. Что-то не было на конце. Какой-то длинный тоннель там оказался. И что, все новое. Вот новый мост. И вот мосты пошли. Мост за мостом. Так хорошо тут дорогу делают. Я смотрю, тут все зацементировали. Да, вон облачка. Да прямо легли и лежат, как туман. Ах, супер, гусь. Картина вон. Скоро этот мостик закончится. Да. И он пустится в эксплуатацию. Та сторона сейчас у них. Эту часть уже сделала. Ну, еще год. Наверное, тут все сделано. Мост. Смотрите, здесь мост. Продолжение следует. Туман. Смотрите, какой туман. Наверное, облак. Я вообще не знаю, что это. Какой-то смог дома висит. Просто что-то нереальное. Это может быть снег висит. Ветра сегодня нет. Поэтому это все стоит. Это мы в какой-то мгле. Мы так никогда не ездили. Ужасная красота. И небо, как будто мы едем в облаках. В туман. В туман. Это мы еще близко к Софии, да? Конечно, мы близко. Я думаю, что мы еще и 100 километров в облаках. Да. Ужасная красота. Да. Швейцарские Альпы. Да. Вот это наш Швейцарский Альпы кругом. Вышло солнце, и мы тут в горах. Вот наша Альпа. Так. Это старый. Да, это уже старый. Теплеет, по-моему, да? Уже минус один. Было минус три. Снег наш и снежные сказки будут закончиться. Едем в Варну. Температура за бортом минус два градуса. Снегу везде полно. Туман рассеивается потихоньку. Выглядывает солнце. Но зима не кончается. А что там на горе? Интересно. Тоже памятник какой-то. Или часов. Да, что-то интересное. Я даже не умею жить. Сейчас посмотрим. А вот ОМВИ видишь. Давай на руку. Субтитры создавал DimaTorzok